По поручению губернатора в Старомосколе, как и во всех муниципалитетах региона, местные жители изучают приемы доврачебной помощи. На этой неделе возможность приобрести навыки не отложки получили староскольские журналисты. Это не дань моде, не формальные проекты, а реальность жизни и необходимость быть готовыми к нештатным ситуациям и возможным тревожным случаям. Объективная ситуация показывает, что знания в области оказания доврачебной помощи становятся востребованными и актуальными не только в быту. В Староскольском городском округе уже 92% работников бюджетной сферы прошли специализированное обучение. Администрация оказывает содействие предприятиям, организациям, желающим организовать такие курсы для своих сотрудников. Откликнулись и на просьбу журналистов. Очень здорово, что сами учреждения в Староскольском городском округе проявляют такую инициативу и становятся участниками этих процессов централизованно. Как и коммерческие, так и муниципальные. Работа средств массовой информации – это практика также дата, потому что мы всегда в центре событий. И каждому журналисту нужно уметь оказывать первую медицинскую помощь. Занятия проводят медицинские работники, имеющие специальный сертификат, позволяющий преподавать. Разбирают на практике самые распространенные случаи. Первое – это ДТП. И даже будут примеры, когда в моей лекции, когда она будет вытащить человека из горящей машины, я буду рассказывать, как это более легко сделать. Второе – это, конечно, падение с высоты. Третье – это электротравма, когда вы просто можете банально даже себя убить, оказывая медицинскую помощь. И кровотечение, резаная рана, когда люди паникуют, бегут, просят помощи. А все довольно просто. На таких встречах медики рассказывают, как сделать сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение с помощью жгута или давящей повязки, оказать помощь человеку в случае приступа хронического заболевания или травмы. Полученные знания могут помочь в спасении жизней, а также в реагировании на угрозы здоровью до прибытия медиков. Как не поддаться панике, как пригласить человека, как вызвать скорую помощь, как остановить кровотечение и самые простые приемы, которые продлят жизнь до приезда скорой помощи. На первый взгляд, они кажутся совсем банальны и ненужны, но именно на этом строится база, которая может спасти человека. Получить знания в области доврачебной помощи может любой житель округа. Занятия проводятся в поликлинике номер 2 в кабинете 231 по средам. Запись по телефону 41 47 48. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.